Здравствуйте! Мы закрепили в тиски иглу с пеночкой вот такой формы и парочку прядей желтой и черной. Будем изготавливать теперь тело, как вы уже знаете. Вот приблизительно вот такое тело у нас должно с вами выйти. Слегка подклеил края нити, подождем пока подсохнет и будем дальше продолжать изготавливать нашего шмеля. Взяли крючок, ну я подобрал приблизительно под свое тело, которое уже у меня готово. Вы подберете по своей, допустим, заготовочки, какое вам необходимо. Это не является столь принципиальным. И теперь приступаем к работе. Необходимо так, чтобы у нас меньше было забрано полезной площади. Нить должна быть желательно белая, но чтобы она была достаточно крепкая. Слегка закрепили нашу нить и вы спрашивали, когда я промазываю, а когда не промазываю. Вот в данный момент, учитывая то, что нить хорошо скользит, крючок я царапать не хочу. Поэтому, чтобы нить хорошо держалась и не прокручивалось в дальнейшем. Мое тело я использую клей. Промотаем, доходим приблизительно до, разобьем сам крючок так, чтобы нам закрепить тело, оставить немножко для шейки и изготовить грудку. Поэтому я довожу почти до начала загиба. Так как я не обрезал остатки нитей, которые у нас с вами остались при изготовлении. Выбираем, как нам лучше закрепить наше тело. И сперва прихватываем нашу нить. по цевью, чтобы не мешало в дальнейшем работе. Вот видите, мы закрепили, нам теперь более удобно работать с нашим телом будет. Отрезаем остатки, удаляем. И теперь необходимо прихватить уже окончательно нашу нитку и аккуратно-аккуратно, так чтобы не нарушить наше тело, которое мы с вами вязали. Мы должны с вами, вот так подтягивая следим, чтобы оно никуда не ушло. Приблизительно вот так должны закрепить. Слегка промажем клеем и подождем, когда это все подсохнет. Вот мы приблизительно вот так закрепили тело. Я промотал, скрыл след, который крепление был белой нитью, вот остатками этой желтой и слегка подкрасил фломастером. Теперь нам необходимо с вами продумать, как мы будем делать грудку, лапки, крылышки и все остальное. Для талии мы оставили место. Вот я беру небольшой кусочек вот такой пенки, потому что плавучесть нам в передней части, где грудь понадобится, чтобы не прибегать к каким-либо другим материалам, я решил сверху саму грудку накрыть вот нашей уже вот такой пеночкой. Теперь для того, чтобы изготавливать грудь, я возьму даббинг, который вот такой искусственный, но достаточно хорошо себя зарекомендовал практически и для мокрых и для сухих мушек. Нам с вами необходимо буквально вот место крепления пенки промотать даббингом и я подготовил вот два вот таких перышка закрепить крылышки. Подберете по своим габаритам вашей мушки. Вот, друзья мои, мы вот так закрепили с вами крылышки. Я слегка промазал место крепления клеем. Теперь нам с вами необходимо подобрать перышко. Хотите, можете изготавливать лапки, но я изготавливаю мушку, которая ловчая. Лапки в данный момент быстро придут в негодность, поэтому я подберу сейчас перышко для того, чтобы изготовить опушку. Я подобрал перышко, изготовил вот такой ёршик, который должен по величине, как вы видите, закрывать жало крючка. Подберете сами. И теперь нам с вами только остается одеть вот так сверху нашу чехольчик грудки и изготовить усики. Давайте изготовим. Вот, друзья мои, мы закрепили усы и я специально не подкрашиваю верхнюю часть. Как видите, снизу не видно рыбе нашего чехлика, а для нас дополнительно будет как индикатор на более дальние забросы. Вот и все. Довольно таки простая, но уловистая приманка готова. Пробуйте, экспериментируйте с разными материалами. Благодарю вас за внимание.